Друзья, всем привет! Сегодня день презентации S20 Fan Edition или FE, и мы сейчас в офисе Samsung, и, собственно говоря, я вам расскажу про то, что упростили по сравнению с флагманами S20, S20 Plus и даже серией Note, потому что прямо сейчас у меня в пользовании Note 20 Ultra. Кстати, видео, если не стрели, вот, по подсказочке, сходите, посмотрите. Так вот, S20 FE, это такой себе прикольный телефон, можно сказать, для молодежи, для тех, кто пользуется активно соцсетями, то есть это, может быть, и не только молодежь, и которым хочется все флагманское, не урезанное, но при этом, чтобы подешевле. И мне кажется, что у Samsung в этот раз получилось, потому что многие фишки попросту или не используются людьми, или, как бы, им вообще не нужны. Вот, а здесь, мне кажется, полный набор того, что люди будут использовать постоянно. А теперь давайте по порядку про самые важные изменения. И номер один, как мне кажется, это все же дисплей. Казалось бы, он немножко упрощенный. Это Super AMOLED, а не Dynamic AMOLED. Здесь разрешение Full HD+, а не Quad HD+. И это хорошо, потому что здесь точно такой же 120-герцовый экран, как и в S20 серии и Note 20 серии, только там эти 120 Гц работают только как раз в этом разрешении, Full HD+. И никто в здравом уме просто не врубает эти 2,5К разрешения, чтобы в 2020 году купить флагман за over 1000 долларов и пользоваться 60-герцовым экраном, но, блин, с очень высокой плотностью пикселей, которую ты реально на глаз не можешь отличить от Full HD+. Здесь сделали все правильно. Нативное разрешение Full HD+, 120 Гц всегда и везде. Прям прикольно. В настроечках можно выбрать или 60 Гц все время, или 120 Гц все время. И вроде как, несмотря на то, что он не умеет динамически как-то изменять эти 120 Гц, но по факту в тех приложениях, в которых как бы 120 Гц не поддерживается, все равно будет там 60. Это прикольно. Это экономит батарейку. И приводит нас к второму по важности пункту. Это то, что здесь батарейку не урезали, а даже увеличили по сравнению с серией S20. В S20, по-моему, или 4000, или 400 мАч, а здесь 4500, точно так же, как в старшей версии S20+. Только в S20+, 6,7-дюймовый экран, а здесь 6,5-дюймовый экран. И там, собственно говоря, нативное разрешение выше, поэтому потребление энергии все же будет повыше. А здесь получается потребление меньше, 120 Гц полноценное, батареечка офигенная, то есть он будет суперавтономным и суперприкольным. Это то, что нужно, собственно говоря, всем этим потребителям контента, те, кто много фотографирует, много снимает видео, потому что некоторые смартфоны, если это все делать очень активно, особенно, например, в путешествии, в поездке, на отдыхе, то у вас смартфон может не доживать и до середины дня. И это будет проблема. Здесь он будет жить явно подольше. Если сравнивать с базовым S20, то здесь диагональ даже больше. 6,5 против 6,2 дюйма. И во всей, собственно говоря, современной линейке S20 все дисплеи закругленные. И многих это как бы раздражает, им это не нравится, потому что это прикольно, пафосно, когда ты кладешь его на телефон, достаешь, да. Но реальное использование плоского дисплея, как бы, фидбэк гораздо выше, потому что у вас по краям дисплея все нормально нажимается, нет никаких каких-то ложных срабатываний. Например, для меня, которые все-таки фоточки обрабатывают в том же Snapseed, и у меня часто по краям где-нибудь попадаются какие-то мелкие объекты, которые нужно вырезать. И когда ты вот идешь к самому краю, там, с помощью Touch or Touch, и вот подходишь к самому краю, и у тебя палец сходит на грань, и после этого там происходит перелистывание, например, на следующий экран, это прям жутко бесит. И вот со всей линейкой с закругленными экранами такое происходит. Здесь этого нет. Нормальный экран человеческий, который не пафосный, но зато супер практичный. В конце прошлого года Samsung показала серию S10 Lite и Note 10 Lite, и она как-то не зашла, потому что, наверное, люди не хотели покупать достаточно дорогой все равно смартфон, который не флагман, там много чего урезанное, еще и с приставкой Lite. Теперь вот именно S20 FE это флагманские характеристики, все флагманское, то, что должно быть у флагманов. Это защита от воды IP68, это беспроводная зарядка, реверсивная беспроводная зарядка. Все вот эти фишки, которые часто урезают в более дешевых смартфонах, здесь не урезали, и это, получается, единственный смартфон, который вы с топовыми характеристиками покупаете, без закругленного дисплея и ни за что не переплачиваете. Очень странный и необычный ход от Samsung, что вот этот вырез под камеру стал меньше, чем во всей серии S20, хотя как бы смартфоны более дорогие и позиционируются как бы выше. Он по размеру примерно как в линейке Note 20 Ultra, вот, и это очень прикольно. При этом селфи-камеру прокачали, она 32-мегапиксельная, физический размер этого сенсора больше, а в ночное время суток, точнее, когда мало света, количество мегапикселей уменьшается, они там как-то объединяются, и получается более качественное изображение. Так как, опять же, этот смартфон поисценируется для пользователей соцсетей, которые снимают видео, блин, в TikTok, в Instagram, Stories и так далее, им нужна очень качественная селфи-камера, и она здесь получается получше, чем в S20 серии. Это прям зачет. Фонентальная камера позволяет записывать видео вплоть до 4K60, и это прям очень круто. При этом угол обзора вот такой вот широкий, смотрите, я на вытянутой руке, прям вот так вот можно все показывать. Кстати, нет желеобразного какого-то эффекта. Вот прям офигенный эффект, правда? Огонь. Качество видео, мне кажется, топчик вообще. Дальше, смотрите, по корпусу, естественно, пришлось как бы урезать. Задняя крышка не стеклянная, это пластик, только вот пластик бывает разный. Он называется, знаете, как гластик у них. Это какой-то поликарбонат, он прям такой матированный, очень прикольный. Часто на матовых экранах бывает такое, что остаются отпечатки пальцев, которые не так заметны, но их и очень сложно оттереть. Вот здесь я вот тру, и вот он так прикольно переливается. Я не вижу, чтобы вообще хоть что-нибудь оставалось. Насколько он устойчивый, собственно говоря, к всяким потертостям, к ключам, когда вы кладете, например, в джинсы, и там какая-то кнопочка, и вы сквозь нее так протираете. Я не знаю, нужно будет смотреть. Если он прям супер устойчивый к повреждениям, это прям супер круто. Даже в чем-то лучше, чем стекло. Да, по тактильным ощущениям может показаться, что стекло приятнее. Он более холодит, что ли. Он все-таки тепленький, да. Но именно по ощущениям от его какой-то шерстковастости, то он очень прикольный. Прям приятно лежит в руке. И удивительно, что он не скользкий. Потому что часто смартфоны, которые вот такие, да, с таким материалом, они скользкие. Мне чем-то он напоминает то, какой появился новый цвет в Note 20 Ultra. Там такой красно-оранжевый, что ли. Там это вроде стекло или металл, хрен знает что. Но вот он тоже такой матированный и странно отражает цвет. Здесь он похожий, только это пластик. Это очень прикольно. По боковине я думал, что это какой-то крашеный тоже типа пластика. Но нам сказали, что это алюминий. Это прикольно. Он дает жесткости смартфону. При падении он вряд ли с таким же успехом убьется, как другие смартфоны с пластиковой рамкой. Или же флагманы, опять же, Samsung серии S20 или Note 20, у которых закругленный экран. Здесь он плоский. Получается, когда он падает, с большой долей вероятности он упадет как раз на эту металлическую рамку. И в целом ни рамка особо не погнется, и экран не треснет. Это прям очень прикольно. И получается и задняя сторона пластиковая, скорее всего, более устойчивая к падениям, чем, собственно, стекло. А спереди у нас Gorilla Glass 3. И почему, например, не 6 или не 7, как в S-серии и в Note-серии, в старшей? Потому что то все было сделано, собственно говоря, для стекла, который используется с закругленными дисплеями. Здесь он плоский, поэтому Gorilla Glass 3 – это прям отличное решение, надежное и дешевое. То есть, если вы его разобьете, починить этот смартфон будет, я думаю, раза в 3-4 дешевле, чем у закругленных дисплеев. Вот это прям для тех, кто покупает за недорого смартфон, это супер важно. То, что мне не очень нравится в большинстве флагманов, это то, что у них очень ограниченный выбор цветов. Потому что, собственно, флагманы очень дорогие, и делать там очень много расцветок, наверное, это просто экономически очень дорого. Особенно, если какие-то расцветки не будут пользоваться популярностью и просто лежать на складах. Здесь у нас целых 6 цветов. Вот такой вот белый. Это типа синий, все они матовые, я сразу говорю. Вот этот типа оранжевый, такой типа персиковый, мятно-зеленый, красненький, red классический. И вот такой вот фиолетовый. Как мне кажется, у мальчиков будет пользоваться спросом, естественно, вот этот вот синий. Возможно, конечно же, и мятный, возможно, даже агрессивно синий. И вот белый. Мне, кстати, нравится больше всего, наверное, вы поняли. Да, я так одет, как раз идеально мне подходит. Он очень прикольно матовый, вот, например, глянцевое белое, мне не очень нравится. Вот этот прям прикольный. Надеюсь, конечно, что он не будет сильно матоваться, как-то и становиться вот грязным. Вот, но вот по первым впечатлениям прям очень прикольно. У девочек будет тоже пользоваться популярностью, мне кажется, белый. Вот этот вот фиолетовый, да, такой пинг. Вот этот стопудово очень красивый, прям очень красивый для девочек будет. И, естественно, мятный. Мятный прям фаворит, огонь. А теперь пойдем по камерам. Это, конечно же, самое интересное, потому что этот смартфон поискнируется как телефон для создателей контента. Это те, кто постоянно что-то стримят, фотографируют, снимают видео на фронталку, на основные камеры. Вот, поэтому про основные камеры. Основной широкоугольный модуль здесь точно такой же, как в S20 серии. И это прям очень правильно и очень хорошо. Он большого физического размера. 1,176 дюйма против как бы 1,2,5 дюйма у большинства других смартфонов. И в предыдущей серии S10. Вот, это значит, что он хорошо снимает и днем, естественно, очень детализированная картинка получается. И вечером он может очень хорошо снимать, особенно там с ночным режимом. Результаты с основной камеры вы можете ожидать точно такие же, как и в старших S20 и S20+. Светосила объектива f1.8. Есть оптическая стабилизация и автофокус дуал пиксель. То есть очень быстрый как для фото, так и для видео. Фотографии на основную камеру получаются 12-мегапиксельные, а видео можно писать вплоть до 4К60. Но здесь есть небольшой нюанс, который относится практически ко всей линейке смартфонов Samsung. 4К60 возможно записывать только на основную камеру, на сверширик и на телевик только 4К30. Но это и не такая уж проблема, потому что все равно в 4К60 на основную камеру нельзя включить следящую фокусировку вот эту супербыструю. То есть там она как-то работает, но не так быстро. Поэтому в принципе я считаю, что основной режим все равно 4К30, в котором доступны все три модуля. И как вы могли понять, здесь нет 8К видеозаписи, как в S20 Ultra и Note 20 Ultra. Потому что она просто не нужна большинству людей. Даже 4К, собственно, это далеко не для всех. Большинству хватает и Full HD. Просто это Full HD должно быть максимально качественное. И здесь не урезали режим профессиональной видеосъемки. Это такой режим, в котором можно выставлять вручную ISO, выдержку, баланс белого. И даже выбирать, на какой микрофон записывается. На оба или только на один из двух. Или вы подключаете внешний по Bluetooth или как-то по шнурку. Это очень прикольно. Потому что я, например, в одном из видео уже использовал Note 20 Ultra как вторую камеру на слайдере. И, собственно, зрители особо и не увидели разницу между качеством Panasonic GH5, которая, как бы, камера за 2000 долларов, да, специально для видеосъемки топовая. И, собственно, смартфон, который вы достаете из кармана. Здесь, по факту, вы тоже ее можете использовать как основную камеру. Или как дополнительную камеру, когда вам просто это нужно, без проблем. Потому что основная камера записывает очень качественное видео. Там достаточно большая матрица, чтобы снимать не только в идеальных условиях, но и когда света немножко поменьше. И вы можете, получается, выставлять любые параметры видеосъемки, как на профессиональной камере. Кстати, есть уровни звука, которые вы видите, да, если есть какой-то перегруз. Особенно, если вы снимаете с внешним микрофоном. И есть регулировка уровня звука в меню. И даже есть гистограмма. Короче, тупо есть все. И для современной видеосъемки, когда все хотят снимать видео так, чтобы потом обрезать вверх-вниз и получать более широкоэкранную такую киношную картинку, здесь режим не только с 16 к 9, но и с 21 к 9. И вы можете снимать сразу в таком формате, чтобы ничего лишнего не обрезать на постпродакшне. Это очень прикольно. Сверхширик немножечко так подурезали. Он 12-мегапиксельный с диафрагмой f2.2, как и в S20. Но все же он физически, у него сенсор немного меньше. 1 на 3 дюйма вместо 1 на 2,55. Это не такая прям глобальная равенца, чтобы говорить, блин, здесь сверхширик прям отстой. Нет, он нормальный. Вот, просто нужно понимать, что он будет хорошо снимать при хороших условиях освещения. Ночью нужно будет использовать какой-нибудь ночной режим, чтобы получить прям хорошие результаты. Но днем, тем не менее, угол обзора очень широкий. Это как бы не изменили. Он какой-то там не 16 мм, а по-моему, или 12, или даже 10. Там нет автофокуса, нет оптической стабилизации. Собственно говоря, в этом никаких изменений нет. И он дает такую же красивую, контрастную, насыщенную картинку. И достаточно детализированную. А вот с целевиком интересная ситуация. Его размер 1 на 4,4 дюйма. Это гораздо меньше, чем в S20 серии. Там 1 на 70 сколько-то дюймов. На самом деле в S20 серии он 1,06 или 1,08х именно оптическое приближение. То есть он практически такой же по фокусному расстоянию и углу обзора, как и основная камера. Чуть-чуть буквально уже. Но за счет того, что там разрешение 64 мегапикселя, делается там какая-то гибридная зум. И 3х цифровой зум там получается достаточно качественный. Интересно было бы сравнить, как он по сравнению с вот этим 3х оптическим native зумом. Потому что вроде как при вот том кропе большой матрицы, вот этот вырезанный фрагмент, он по размеру примерно такой же, как и здесь. То есть качество изображения должно быть плюс-минус одинаковое. Но интересно, что в S10 серии телевик тоже был трехкратный оптический, только он там был native. И физический размер там был 1 на 3,5 или 3,6 дюйма. То есть по факту здесь небольшой даунгрейд по сравнению с S10 серией. Но по факту нужно проверять, потому что чисто программные штуки и просто то, что матрица более свежая, возможно, даст такое же качество изображения, а то и даже лучше. И по факту 8-мегапиксельный телевик, если он просто очень качественный, то этого более чем достаточно. Есть гибридные зумы там 10х цифровой, там 20-30х. Это все уже не нужно. Но это только чтобы приблизить там какой-то там, не знаю, на бигборде, увидеть какую-то информацию, просто глазами увидеть. Но художественной ценности такие фотографии уже не будут нести. Поэтому 3х хорошо. То, что он стал как бы меньше физически по размерам, в тематее вообще нельзя снимать. Вот днем нужно, конечно, протестировать. Вот примеры фотографий. Можете сами посмотреть. И классно, что здесь не стали тратиться на всякие ТОВ-сенсоры ненужные, которые большинство людей не могут прочувствовать их значение, да, потому что съемка фотографии с размытием заднего плана цифрового, да, она здесь имеется, работает отлично. Вот это все уже научился делать искусственный интеллект, когда у вас есть три разные линзы с разными фокусными расстояниями, да, это все возможно сделать на уровне там программном, да, а не физически делать еще одну камеру, говорить, что у нас не тройная камера, а там четверная, пятерная и так далее. Что здесь еще флагманского и что не урезали, и что очень полезное? Например, стереодинамики. Если вы потребляете контент, смотрите много YouTube, то вы хотите, чтобы у вас был максимально качественный звук. И здесь он качественный. Это прям супер правильно. Здесь беспроводная зарядка, которой многие пользуются в машинах, дома и так далее. Это важно, 15-ваттная. Есть проводная быстрая зарядка, 25-ваттная. Правда, в комплект идет 15-ваттная зарядная, но это как бы тренд последних вообще лет для многих смартфонов, что в комплект кладут более слабую зарядку, чем может смартфон. Это удешевляет стоимость смартфона, и многим на самом деле не нужна такая быстрая зарядка, потому что вы просто приходите домой и на ночь ставите телефон. И что он заряется за час, что за 3 часа вам вообще все равно. Оперативной памяти здесь 6 гигабайт, и встроенное хранилище 128 гигабайт UFS 3.0, и это очень хорошо, потому что все то же самое, как и в S20-й серии здесь ничего не стали урезать. Смартфон будет очень быстро работать, не будет там закрываться приложение. Со производительностью в целом будет все очень хорошо. Процессор Exynos 990, а не Snapdragon. Если вы рассчитывали, что именно сюда они завезут Snapdragon, потому что это какой-то фан-эдишн. Нет, Snapdragon сюда не завезли. Здесь Exynos. Многих это может привести в уныние, но Snapdragon предназначен только для 5G-сетей. У нас, к сожалению, их нет и не скоро появятся, поэтому наш рынок, смартфоны с такими процессорами пока что не поставляются, возможно, в следующем поколении. Увидим. Но в целом я могу сказать про Note 20 Ultra, у которого больше экран, все как бы сложнее, с таким же процессором, что он работает очень быстро. Я каких-то багов, что где-то у меня что-то подтормаживает или перегревается в играх, не заметил. Хотя здесь смартфончик, он все-таки немножко поменьше размером и рассеивается тепло, скажем так, меньше куда можно. Да, но тем не менее, пластиковая задняя крышка, возможно, она рассеивает лучше тепло. Я не знаю, нужно, конечно, проверять. Здесь в этих условиях я не мог этого сделать. Но в целом все, кто говорят, что, блин, у меня смартфон на свежем Exynos, который по производительности такой же, как прошлогодний Snapdragon. Но, блин, покажите, в чем именно прошлогодний Snapdragon или Exynos, который вот этого года не вытягивает. И когда он станет медленным? Мне кажется, это пройдет года 2-3, а то и больше. И скорее вы убьете телефон, разобьете его, да, там у вас полностью сядет в ноль батарейка, чем, собственно, появятся приложения, которые не вытягивают с этим процессором. Еще из небольших упрощений, это то, что сканер отпечатка пальца здесь оптический, а не ультразвуковой, который уже используется, по-моему, второе поколение во флагманах Samsung. Это как бы вроде как и минус. С другой стороны, он тоже работает нормально. У некоторых сканер отпечатков пальцев, неважно, какого производителя вообще работает плохо, из-за какой-то там влажности пальцев, да, из-за того, как они его используют. Но у тех, у кого работает он хорошо с ультразвуковым, будет хорошо работать и с оптическим. Объем хранилища можно увеличить с помощью карточек microSD, объем до 1 терабайта. Официальная стоимость Samsung S20 FE Fan Edition примерно на 100-150 баксов ниже, чем у S20. И это очень хорошо, потому что это флагманский полноценный смартфон, да, у которого есть небольшие урезания, которые некоторым пользователям даже больше понравятся, чем во флагманах. И это очень прикольно, потому что он достаточно большой экран, да, это не какой-то iPhone SE, у которого малюсенький экран. Это полноценный телефон, которым приятно пользоваться. Он практичный, надежный, что ли, да, и в случае, если вы его разобьете, хотя шанс у него разбиться даже меньше, чем у более дорогих смартфонов Samsung, но отремонтировать его можно будет гораздо дешевле. И для тех, кто хотят сэкономить, а, собственно, этот телефон для тех, кто хочет все-таки сэкономить, это будет очень важно. Поэтому я считаю, это получился классный смартфон, который займет свою нишу и станет, может быть, не бестселлером, но очень популярным среди многих людей. Это был первый взгляд на Samsung S20 FE. Все, что смог протестировать вот в таких условиях, я вам рассказал. Надеюсь, в полноценном опыте эксплуатации я расскажу о нем побольше, потому что многие, я думаю, заинтересуются этим смартфоном и захотят его купить. Если тебе понравился этот видос, поставь лайк, подпишись на этот крутой канал, где мы рассказываем все про фото, видео и не только про смартфоны и про камеры. И поставь колокольчик, чтобы не пропускать обновления наших видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok